Сообщается, что Аиша да будет доволен ею Аллах сказала. Посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует сказал, выбирайте жен для своего семени, женитесь на равных и выдавайте своих дочерей за таких. Из этого хадиса следует, что у праведных родителей больше шансов на то, что их дети будут правильными и счастливыми. В исламе нет понятия родового парклятия, однако известно, что Аллах принимает мольбу людей за их потомков, как Он принял мольбу Ибрагима за его потомков. Господи, включи меня и часть моего потомства в число тех, кто совершает молитву. Но посмотрите, каким был ответ Всевышнего Аллаха. Мой завет не коснется несправедливых. И если мольба имама Ханифов не принесла пользы грешникам из числа его потомков, то совершенно ясно, что любая добрая молитва не принесет пользы тем, кто не преуспел за счет собственных благодеяний. И любое проклятие не коснется тех, кто уберег себя благодаря своим добрым поступкам. Бурайда рассказывал, как-то посватались Абубакр и Умар, да будет доволен имя Аллах к Фатиме, дочери пророка, мир ему и благословение Аллаха. Но он сказал им, она маленькая, и выдал ее замуж за Али. Хадис достоверный. Имам Ан-Насаи назвал главу, в которой привел этот хадис так. Выдача замуж женщины за равного ей по возрасту. Имам Ас-Синди в отношении этого хадиса сказал. В нем указание на то, что одинаковый возраст или близкий следует учитывать, поскольку это ближе к любви и взаимопониманию. Да, может быть так, что одинаковый возраст можно будет опустить ради того, что будет лучше, чем это, как, к примеру, женить Банааиши пророком, мир ему и благословение Аллаха. Абу Муджашир Аль-Азди рассказывал. Однажды к Умару ибн Аль-Хаттабу, да будет доволен им Аллах, привели молодую девушку, которую выдали замуж за старого человека, которого она затем убила. И Умар сказал. О люди, пусть женщины выходят замуж за равного им по возрасту, как мужчины женятся на равных по возрасту. Шейх Аль-Баня сказал. Не следует выдавать молодую, даже если она достигла совершеннолетия, за того, кто намного старше нее. Напротив, следует учитывать одинаковый возраст. После этого шейх привел в довод упомянутый хадис от Бурайды. Шейх Мухаммад ибн Али, ибн Адам Аль-Атьюби сказал. Одинаковый возраст или близкий друг другу следует учитывать в том случае, если у посватывавшегося не будет явного преимущества. А если у него есть преимущество, то нет ничего плохого в разнице в возрасте. Поэтому пророк, мир ему и благословение Аллаха, женился на Аище. А если кто-то скажет, что Абубакр и Умар также имели явное преимущество, тогда почему это не было принято в счет? То ответ таков. Никто не может отрицать достоинство и почет этих двух сподвижников. Да будет доволен ими Аллах. Однако и у Али было достоинство, превосходящее их именно в отношении Фатимы, а это одинаковый их возраст, который является причиной взаимопонимания и любви в браке. По этой причине пророк, мир ему и благословение Аллаха, предпочел Али перед ними. Субтитры создавал DimaTorzok